Итак, всем привет! Hello World! В сегодняшнем видео мы с вами продолжим говорить о переменных и поговорим о таких понятиях, как глобальная и локальная переменная. То есть, что это такое, чем они различаются, когда мы используем глобальные переменные, когда локальные. А также, впоследствии мы с вами кратко поговорим о том, что такое константы в Java и как мы их можем использовать. Начнем с локальных и глобальных переменных. С прошлых видео у нас остался класс Принтер, когда мы говорили с вами о перегрузке методов и будем сегодня использовать его. Давайте для начала определим два метода. Метод 1 и метод 2. И, соответственно, определим по одной переменной. И там, и там int b равно 1. Итак, если мы говорим с вами о локальных переменных, то это такие переменные, которые определены и, соответственно, доступны только в каком-то определенном методе. То есть, универсальное правило переменная доступна в границах тех фигурных скобках, где она определена. То есть, например, переменная а она определена между вот этих двух фигурных скобок, и, соответственно, она доступна для манипуляций и для любых других действий, только вот в пределах этих фигурных скобок. скобок. То есть здесь, например, переменная «a» уже не доступна. Соответственно переменная «b» она определена между этих двух фигурных скобок и, соответственно, она доступна тоже только здесь. То есть в данном случае и переменная «a» и переменная «b» — это локальные переменные. Они определены в каком-то конкретном методе. В нашем случае в метод 1 и метод 2, и соответственно доступны они только там. То есть это локальные переменные. Глобальные переменные, в свою очередь, в свою очередь, это такие переменные, которые доступны во множестве методов. Опять же, переменная c определена между вот этими вот фигурными скобочками и, соответственно, она доступна вот тут вот, где это выделено, между вот этими вот двумя фигурными скобками, где она определена. То есть она, переменная c, доступна во множестве методов, то есть раз, два, три, четыре, пять, в пяти методах. И, соответственно, переменная c является глобальной переменной, потому что она доступна во множестве методов. Локальные переменные определены и доступны в каком-то одном методе или в каком-то одном цикле. Это локальные переменные. Глобальные во множестве методов они доступны. То есть, например, если мы попытаемся, допустим, отсюда использовать глобальную переменную c. То есть у нас никаких проблем, никаких ошибок нет, потому что c глобальная переменная, доступна между этими фигурными скобочками, соответственно, все хорошо. Если же мы попытаемся использовать переменную a, которая определена здесь и является локальной переменной, то мы сразу же получаем ошибку. И java нам пишет a cannot be resolved to a variable. То есть это значит, что java не может найти переменную с таким названием. То есть переменную с таким названием, которая была бы доступна вот здесь, где мы это пишем. То есть если мы, допустим, это действие перенесем сюда, никаких проблем нет, потому что здесь переменная a доступна. А здесь переменная a недоступна, потому что она является локальной и определена вот тут. То есть локальные переменные, еще раз, такие переменные, которые доступны в пределах одного метода или одного цикла. глобальные переменные, соответственно, это переменные, которые доступны во множестве методов. То есть, как правило, это такие переменные, которые определяются в начале класса и, соответственно, доступны для всех методов данного класса. Теперь вопрос о том, когда какие переменные использовать. Соответственно, локальные переменные в чем их плюс? Плюс в том, что так как они доступны только в пределах одного какого-то конкретного метода или цикла, соответственно, они создаются и выделяется место в памяти в момент выполнения метода или цикла, и по завершении этого метода или цикла они удаляются из памяти. И, соответственно, у нас в памяти не скапливается некий мусор. Глобальные же переменные, они создаются в момент создания объекта из класса. То есть, допустим, если мы из класса принтер создадим объект, при создании объекта будет выделено место под вот эту вот глобальную переменную C. И до тех пор, пока у нас существует объект, а, как правило, объект будет существовать на протяжении всей программы, соответственно, какое-то место в памяти будет зарезервировано и будет использоваться данной переменной. То есть, если нет необходимости в переменной, которая будет хранить некое значение, и данное значение должно быть доступно для множества методов, то тогда использовать глобальные переменные не следует. То есть, лучше обойтись локальными переменными, если они нужны для каких-то промежуточных вычислений, для хранения каких-то данных или информации, которая необходима только в пределах одного метода, лучше использовать локальные переменные. Глобальные переменные используются только тогда, когда информация, которая там хранится, должна быть доступна во множестве методов. Это то, что касается глобальных и локальных переменных. А теперь поговорим о константах. Что такое константа? То есть, по сути, своей константы это та же самая переменная, но которая не может менять своего значения. То есть, значение для константы присваивается один единственный раз, и потом на протяжении выполнения программы или метода, соответственно, константа может быть локальной и глобальной, она своего значения менять не может. И константы обозначаются ключевым словом final. То есть, написав вот так, final int a равно 1, мы говорим о том, что переменная a является константой, и присваиваем ей значение. То есть, больше значения переменной a меняться не может. И, соответственно, здесь мы сразу же получаем ошибки, собственно, где и пишется, что константа a не может менять своего значения. То есть, мы не можем присвоить новое значение a, потому что оно уже присвоено. Это свойство константы. То есть, только один раз ей присваивается значение. Что мы можем сделать с константой? Не обязательно начальное значение сразу же присваивать в момент создания. То есть, мы можем определить a вот так, соответственно, и потом, потом сказать, что a равно единице, например. Все будет работать. То есть, первый раз, когда мы присваиваем ей значение, все работает. Но, когда мы второй раз попытаемся это сделать, уже это работать не будет. И опять же, Java нам об этом сообщает, что значение уже один раз присвоено. То есть, константа это такая переменная, для которой мы можем установить значение только один раз. И опять же, константы могут быть как глобальными, так и локальными. То есть, подытожим. Локальные и глобальные переменные. Локальные переменные это такие переменные, которые определяются внутри метода или цикла и доступны только в пределах этого метода или цикла. Их мы используем для хранения каких-то промежуточных данных или какой-то информации, которая необходима только внутри этого метода или цикла. То есть, для других методов или циклов данная информация бесполезно. При возможности всегда стараемся использовать именно локальные переменные, потому что они создаются и место выделяется только во время выполнения метода или цикла. После завершения место в памяти освобождается. В свою очередь, глобальные переменные, они доступны для множества методов. То есть, как правило, они определяются в начале класса и доступны для всех методов класса. То есть, в таких переменных мы храним такие данные, такую информацию, которая необходима, которая полезна для множества методов. И, соответственно, константы это такие переменные, как локальные, так и глобальные, которые содержат какие-то данные, которые мы можем или присвоить данной переменной или в момент создания ее или позже только один единственный раз. То есть, позже изменить значение константы невозможно. То есть, значение константы создается один единственный раз и потом уже не может быть изменено. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание, всем, кто смотрел. Не забываем подписываться, кто это еще не сделал. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задаем их в комментариях. Следующее видео будет доступно в субботу. И мы с вами продолжим говорить о циклах. И в субботу мы с вами поговорим о цикле While. На сегодня у меня все. Всем спасибо и до новых встреч.